Обидное поражение в матче с основным соперником чемпионата накануне встречи с «Гранитом» сместило нашу команду с первой на третью строчку турнирной таблицы. Поэтому эта победа была принципиальной задачей максимум для наших игроков. С первых минут подопечные Юрия Пунтуса завладели инициативой на поле. На 13-й минуте кухарчик открыл счет встречи. Там хотел пас, правда, дать, но получилось все рикошет и мяч залетел ближний. Записали на меня. Приятно. Хорошо. Это ваш первый гол в этом сезоне или нет? Нет, второй. Первый забил Гомельскому локомотиву. Там тоже корявый был, но гол, как говорится, не пахнет. 22-я минута. Новик головой поразил ворота соперников. А к концу первого тайма счет на табло 0-3. К концу встречи разгромный 1-5. Финальный гол оформил Лоиков, причем пяточкой, как это сделал Александр Прокопенко в ворота Киевского Динамо в 1982 году. Сегодня команда готовится к встрече с футбольным клубом «Узда». Она пройдет в рамках 1-32 Кубка Беларуси 12 июня. Главный тренер Белшины настроен на победу. В интервью он признался, вернуться в вышку была и остается главной целью красно-черных. Залог успеха – тренировки, сыгранность команды и правильно выбранный стиль игры. Где бы я ни работал, понятно, что оборону тоже надо и тренировать, и отбороны прессать. Но люблю атаку, люблю атакующий футбол. Мне это ближе. Я думаю, любому болельщику это ближе. Говоря о фанатах, футболисты признались на трибунах, им хотелось бы видеть больше бобручан. Хотя бы на домашних матчах. Ближайший к слову пройдет в субботу, 15 июня в 16.00. Противник – Пинская волна. Ангелина Дикун, Максим Галеонко, Бобруск, 360.